В Городце прошло одно из заседаний экспертной комиссии окружного этапа Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Он проводится по инициативе Русской Православной Церкви при поддержке Министерства образования России с 2006 года. В этом году конкурс был организован в онлайн-формате. Было прислано несколько тысяч работ со всего Приволжского федерального округа. В этом году до окружного этапа добралось 47 работ. С одной стороны, это достаточно небольшое количество. Но, учитывая то, что в регионах работ было большое количество, то организаторы вынуждены были ужесточить конкурсные требования, чтобы к окружному этапу добрались самые лучшие, что и было сделано. Городецкие работы тоже принимали участие в региональном этапе, и часть из них стали победителями в номинации регионального этапа конкурса. Традиционно в конкурсе принимают участие не только православные гимназии, но и все светское педагогическое сообщество – учителя, воспитатели, библиотекари, музейные работники. Их работы – это лучшие практики по воспитанию духовно-нравственных ценностей у детей самых разных возрастов. Ценности, их невозможно научить ценностям. Они должны быть присвоены детьми. И вот те методики, которые были в конкурсных работах представлены, они как раз и направлены на то, чтобы дети пропустили через себя, приняли эти ценности, формировали свои ценности. В общем-то, это очень важный момент как раз этого конкурса, что не всегда бывает в других конкурсах педагогических. 14 лет проходит этот конкурс. Говорить о нравственном воспитании уже очень много сказано. Все понимают, насколько это важно. И данный конкурс, который сейчас фактически на нашей городской земле, позволяет выявить новые методики, новые какие-то моменты для того, чтобы сделать наше образование более эффективным, более лучшим. Итоги конкурса подводились в четырех номинациях. Среди победителей окружного этапа – двое из Нижегородской области. Их награждение состоится в сентябре в Нижнем Новгороде в рамках рождественских чтений Нижегородской метрополии.